В Свято-Троицком Серафима-Дивеевском монастыре множество святынь. Одна из них – канавка Пресвятой Богородицы. По преданиям, сам преподобный Серафим Саровский начал создавать ее там, где по земле прошла Божия Матерь. Именно в границах Святой Канавки раньше размещалась мельничная община, предшественница Дивеевского монастыря. Невидимой стеной оградила Богоматерь это место. Каждый день здесь проходит около тысячи человек. По завету Батюшки Серафима каждый из них полтораста раз читает Архангельское приветствие «Богородица Дева Радуйся». Ежегодно после праздника Успения Божьей Матери установленный порядок вещей нарушается. Святую канавку закрывают для молящихся. В это время ее начинают украшать крестному ходу с плащаницей Божьей Матери. Поучаствовать в приготовлениях могут не только сестры обители, но и паломники. А как мне помочь? Все работают, и мы работаем. И как причаститься, вклад свой внести. Конечно, это очень трепетно, это очень красиво. И крестный ход, и люди, дети, мужчины. И все это делают с большой любовью, с душой открытой. Это очень трепетное событие. Это такая радость непересказуемая. Украшение канавки – это ощущение на весь год. Сюда кладете вы. И этого ждешь, на следующий год ждешь с неветерпением этого дня. Стала наша хорошая традиция, каждый праздник Успения, представить «Богородица погребения» приезжать сюда для того, чтобы поучаствовать в этом процессе, когда многие люди из разных городов нашей страны большой приезжают сюда. И в такое сложное время наше, когда много событий происходит совершенно разных, тут чувствуется объединение духовное людей. И это всегда очень приятно. Начинают с того, что на всей протяженности, а это около 800 метров, дорожку вдоль канавки выстилают свежей травой. Она будет основой, на которой появятся сотни цветочных композиций. Их создают паломницы под руководством матушек. Круги из золотарника чередуются с венками из бархатцев. В остальном у трудников небывалый простор для творчества. Это участие как раз и самое главное. То есть мы с утра уже готовимся, мысленно уже думали, какие же цветочки мы будем делать, какие там украшения, что нам лучше подобрать, какие веточки, какая цветовая гамма. Желтое – это солнце, красный закат, розовая какая-то такая нежность. Есть зеленые добавления трепетного спокойствия. Композиция должна быть светлая, жизнеутверждающая и яркая. Потому что, мне кажется, матушка Богородица должна смотреть на все это. Но если она смотрит на все это, ей должно это нравиться. А если ей это нравится, то, наверное, понравится это всем. Это потрясающе просто. Это будет очень красиво. Единственная возможность все это увидеть в целом, только если ты принимаешь участие непосредственно в выкладывании цветов. Потому что потом невозможно. После крестного ухода здесь будет просто одна трава. Розы, бархатцы, астры. Цветы для украшения канавки продолжали нести, когда в Преображенском соборе, где была выставлена плащаница Божьей Матери, уже начиналось всеночное бдение. Вечером плащаницу вынесли из храма. Перед собором этого момента ждали сотни верующих. Следом за священнослужителями и насельницами Дивеевского монастыря они прошли крестным ходом по канавке. Так здесь, в четвертом уделе Пресвятой Богородицы, совершили чин погребения плащаницы Божьей Матери. Для верующих праздник Успения Богородицы наполнен светом и надеждой. Ведь ее не коснулась человеческая смерть. Дева Мария уснула и вместе с нетленным телом вознеслась на небо. Произошло то, чего Богородица очень долго ждала. Она снова оказалась рядом со своим Божественным Сыном. И теперь, так же, как и Спаситель, она пребывает с нами во все дни. Редактор субтитров А.Семкин